здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 1 сентября и я сделаю сегодня обзор по рынку криптовалют дам торговые рекомендации для тех трейдеров кто торгует рынок криптовалют крипто трейдеров будет интересно и вы сможете заработать на этом давайте конкретно перейдем к графикам сделаю сегодня разбор по биткоину эфир и другие криптовалюты топовые да выскажу свое мнение там принципе по всем валютам одинаковая ситуация я пока смотрю на рынок по медвежьему как и прошлый раз добыли небольшие выносы по некоторым активам таким как bitcoin эфир по другим активам в принципе по некоторым мы находились в рамках в рамках диапазона в откатах да что с фундаментальной точки зрения на чем bitcoin вырос три дня назад это там победила какой-то крипто фонд победил в сек в суде что там нужные те потом сек сказала вчера что не будет пока и те фондов да ну полет так и туда-сюда да но на самом деле рынок технически показывает о том что пока мы еще будем немного падать а потом уже если образуются хорошие сигналы на покупку можно будет среднесрочно торговать на на рост на по биткоину давайте краткосрочно что я вижу на текущий момент если рассматривать bitcoin давайте его разберем детально bitcoin торгуется в двух мощных импульсов которые были от 17 августа и импульс который был вчера 31 августа да то есть видно что вот это все движение на рынке говорит о том что по биткоину мы дальше скорее всего будем падать и обновлять минимумы в районе 25000 то есть где-то свалимся в район 25 это как минимум возможно пощупаем 24 23 тысячи то есть до какой цены мы дойдем это сложно сложно определить но я бы советовал спекулятивно работать на снижение по биткоину возможно падение с текущих да но я думаю что еще будет какой-то вариант как вариант коррекция по биткоину в район где-то плюс минус двадцать шесть пятьсот двадцать шесть восемьсот поэтому потихоньку с текущих добавляемся и шортим аккуратно биткоин да я думаю что как уже сказал мы в ближайшее время там несколько дней возможно это чуть-чуть затянется на недельку но мы все-таки будем обновлять и на снижение мы сможем неплохо заработать по данному инструменту это то что я вижу спекулятивно пока снижение если говорить о каких-то глобальных движениях то напоминаю я ранее уже говорил что вот это все движение которое идет сейчас по биткоину практически весна и лето текущего года это все коррекционные движения и после того как мы будем обновлять 25 тысяч дальше скорее всего будет рост в район 32 35 тысяч поэтому пока я за шорты по биткоину дальше после того как образуется сигнал на покупку по биткоину я буду покупать да просто потому что он там все ниже ниже возможно ли такую стратегию использовать конечно да на спот рынке можно скажем подбирать биткоины с расчетом что он среднесрочно будет расти лично я буду ждать когда этот сигнал появится пока я его не вижу пока я вижу что биткоин будет снижаться ну давайте пройдем по другим активом таким как эфир здесь ситуация зеркальная у нас есть два мощных импульса аналогичных 17 августа 31 я думаю что после небольшой коррекции bitcoin эфир скорее всего будет дальше падать и возможно обновлять цену 1500 да и аналогично как и по биткоину вот это все движение вниз весна-лето текущего года оно коррекционное возможно осенью текущего года до нового года мы покажем какой-то существенный рост нам после вот этих обновления минимум потому что модели паттерна пока показывает мне что падение по биткоину по эфиру она еще не закончилась она еще будет продолжаться и после того как она закончится и когда образуется обратный обратная модель паттерна покупку тогда и только будут покупать потому что не исключаем что это падение может продолжиться и на 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 более длительный срок все возможно да то есть можно ошибиться в среднесрочных моих прогнозах и чтобы не ошибиться мы будем ждать хорошие подтвержденные модели далее что интересного еще по ripple ситуация аналогичная здесь ключевой уровень в районе 055 я думаю что ripple стоит шортить с целью 045 040 на и думаю в ближайшее время сегодня там плюс-минус несколько дней это снижение продолжится и ripple стоит продавать ключевые уровни я назвал дальше лоткоин по лоткоину ситуация очень очень напоминает биткоин эфир то есть как в один в один ключевой уровень сопротивления в районе 067 аналогичные два импульса я думаю что мы будем обновлять цену в районе 57 долларов поэтому я бы с текущих плюс-минус с коррекции наращивал шорты на более сильное снижение solana solana тоже интересный активно шорт у нас образовалось неплохое накопление ключевой уровень 22 20 ниже данного уровня я бы рассматривал только шорты поэтому с текущих или после небольшой коррекции я бы набирал шорты по solana аналогично так дальше ну а там космос он уже достаточно отпадал в принципе я думаю что он еще будет падать но пока я бы его не трогал на tvt вот здесь тоже ситуация интересная ключевой уровень сопротивления 088 у нас хорошее накопление я думаю с этого накопления мы будем пробивать 0.82 такой сильный уровень поддержки и хорошенько насколько мы уйдем возможно это будет какой-то небольшой прокол и где-то в район 0.75 плюс-минус да но пока я бы твити спекулятивно шортил и после ложного формирования модели по отношению к уровню 0.82 я бы искал потом ланги аналогично как по биткоину дальше xlm stellar в принципе я тоже за снижение по данному инструменту все-таки я думаю что его будут продавливать и обновлять цену в 10 центов мы ее потрогаем как минимум насколько мы провалимся время покажет но пока я за снижение видно что здесь идет сильное давление быков точнее медведев арбитрум аналогично ключевой уровень у нас 0.91 можно так назвать 0.91 да и я думаю что мы его скорее всего будем пробивать вот видно данный уровень у нас образовался в июне в середине июня текущего года мы его в августе подтвердили несколько раз и видим зажимая цену эта модель на пробой и мы скорее всего будем данный уровень пробивать насколько мы его пробьем уже по факту вы выбираете свиток профита по своей стратегии дальше дочка аналогичная ситуация с что с биткоином что с эфиром я бы ниже 0.65 я бы набирал шарты по данному поэтому дочка не думаешь еще будет падать шиба аналогично у нас по шиба зона ключевая куча налей в районе 85 87 вот это вот это все все что ниже шарты и мы будем скорее всего 0.70 обновлять цену аптас здесь тоже в принципе ничего интересного но скорее всего он будет еще падать дальше ничего интересного ну и чарлинг линк тоже интересный очень мне он вот конкретно он мне нравится здесь у нас хорошее накопление ключевой уровень в районе 6.30 все что ниже данного уровня ниже 6 с копейками вот здесь я бы набирал шарты спокойно себе на обновление 5.6 5.5 да вот на обновление этих минимум насколько мы сильно провалимся время покажет но с этого накопления я бы ждал выброс вниз то есть пока если подытожить по всем криптовалютам которые я назвал я бы спекулятивно работал на шорт если мы провалимся хорошо вниз я бы без убытки тралил без убыток подтягивал фиксировался частями и смотрел насколько мы сильно провалимся можно словить и более хорошее движение и только после формирования обратных моделей я буду рассматривать покупки я в принципе думаю что дальше буду записывать обзоры на эту тематику всем спасибо всем удачных торгов с вами был Виталий Кухта обзор рынка криптовалют сегодня мы в медведи начало сентября я медведь возможно через недельку-две ситуация изменится всем пока удачи в медведи в медведи в медведи Продолжение следует...